Друзья, всем привет! С вами Охотник Соломаха. В этом видео я хочу поделиться одним рецептом. Будем готовить деликатес. Копченый хвост бобра. Для этого блюда нам понадобятся хвосты. Вот у нас есть 4 хвоста. Понадобятся хвосты, нужна будет коптильня. В этот замечательный субботний день мы приехали на дачу. Будем готовить, отдыхать. Для того, чтобы ободрать хвосты, они в такой чешуе, нам понадобится кипяток, кастрюлька. Заливаем хвосты кипятком. После чего, как их отдали кипятком, надо будет обдирать их. Вот так вот хорошенько обдаем кипяточком. После того, как хвосты замочили в кипятке, их будем обдирать. Если их не обдать кипятком, то эту кожу твердую снять не получится, поэтому пытаться даже можно не пытаться. После того, как их отдали кипятком, кожа хорошо снимается, как чешуя на рыбе. Есть даже такая версия, что католики приняли бобра за рыбу и ели мясо бобра в пост, так как у него есть чешуя на хвосте. Вот так вот вся эта шкура чешуи обдирается, после чего будем хвостики мариновать. Музыка. 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 После того, как я ободрал хвосты, Теперь их будем мариновать Нам надо их нарезать помельче Не сильно на мелкие куски, но такие, которые мы будем уже коптить Внутри хвоста находится кость, хрящики Все это мы обрезаем Для маринада нам потребуется соль, лавровый лист По желанию специи я использую лавровый лист, перец, горошек и соль Делаем продольные такие надрезы, чтобы хвосты лучше прокоптились и промариновались После чего берем соль Хорошенько солим Натираем солью каждый кусочек И выкладываем в емкость И такую процедуру проделываем с каждым хвостиком Кто-то замачивает на долгий срок хвосты Я заливаю просто, делаю погуще тузулук Побольше соли Заливаю это дело кипятком И достаточно 2-3 часа, чтобы они полежали в крепком тузулке Этого достаточно Для того, чтобы хвостики наши замариновались Хвостики нарезал, засолил Следующий этап Добавляем специи Ну, кому как нравится Я добавляю вот перец, горошек Небольшое количество Можно немного уксуса Я не люблю с уксусом, поэтому уксуса не добавляю Добавляю вавровый лист Перец, горошек и соль Ваврушку я вот так вот измельчаю И все это дело заливаю кипятком Оставляю на 2-3 часа После чего Будем эти хвостики коптить Оставляем, пока займемся подготовкой коптильни Укладываем на решетку Я думаю, что они хорошо замариновались Все, коптилочка наша прогрелась Щипа внутри Ставим решеточку С нашими хвостиками Вовнутрь Закрываем Ну все, хвосты наши в коптильне Уложили их Оставляем на небольшом огне Поддерживаем огонь Коптить будем в течении часа-полтора Будем смотреть по состоянию Видео продолжим чуть позже Давайте посмотрим, что у нас получилось Наши хвосты готовы Вот, смотрите, какие они румяненькие Смотрите, какие румяненькие получились хвосты И немного их подзавернуло Температура была чуть больше, чем нужно было Но, поверьте мне, это очень вкусно Сейчас будем пробовать Кому понравилось это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Ожидайте новых видео С вами был Охотник Соломаха Субтитры сделал DimaTorzok